Здравствуйте, коллеги! Действительно, сейчас в эти минуты продолжается гражданская панихида по Дмитрию Маковкину, полицейскому погибшему во время теракта на вокзале. Гражданская панихиду можно назвать достаточно условно, потому что действительно похороны проходят и прощания проходят по военному здесь, почетный караул. И здесь, естественно, очень много коллег Дмитрия Маковкина, как в гражданском, так и в форуме. Все, естественно, несут цветы, очень эмоционально все это переживают, естественно, и коллеги, и друзья. Вот с некоторыми из них нам удалось пообщаться. Буквально несколько минут назад предлагаю послушать те слова, те воспоминания и то, что они сказали о своем коллеге. Очень жизнерадостный был человек. Дружил со всеми, никогда никого не забывал, всегда приходил на помощь, друзьям. К работе он относился. Ну, как сказать, очень ответственный человек был. Все помнят только хорошим словом, по-другому никак. Сюда мы собирались встретиться в новогодний праздник. Я тоже приехал из командировки. Вот он приехал, подарил моим детишкам подарки и поехал работать. Это был брат Дмитрия Маковкина, двоюродный Владимир. Он вот тоже такую фразу сказал, что Дмитрий Маковкин постоянно рвался в командировки в горячей точке и вот так и не попал в них. Но вот свою командировку и свою горячую точку он нашел здесь, в Волгограде. И свой солдатский, будем так говорить, долг выполнил. Похоронят его с почестями, с военными, как я уже говорил, повторюсь, на центральном кладбище в Волгограде. Там же завтра пройдут похороны матери и бабушки, трехмесячной девочки, которая чудом осталась жива. В эти минуты, вот здесь рядом с тем местом, где идет церемония прощания, это здесь как раз рядом находится 25-я больница Волгограда. Там врачи в эти самые минуты продолжают бороться за жизни четырех людей, которые пострадали тоже в одном, в обоих этих терактах. Коллеги. Спасибо, Семен. На прямой связи со студией был наш корреспондент Семен Пегов. Он находится в Волгограде, где сегодня хоронит полицейского Дмитрия Маковкина, который преградил путь смертнику на городском вокзале.